Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш докладчик работает в институте по экстраземной физике Где он занимается инструментами для исследования космоса Он возглавлял лабораторию в Билефаде Ты уверен в этом? Да Пожалуйста, поприветствуйте Питера Бушкова Да, вот он в основном в принципе тот доклад с прошлого года Я не знаю, кто на нем присутствовал в прошлом году Я говорил о том, как стрелять лазерами в небо и использовать их для астрономических целей Чтобы получить, а в том числе получать чистые снимки здесь, на Земле Они не только в космосе Эти лазеры в космосе Это всего лишь 30 минут, извините Я дам короткий обзор некоторых тем Тех вещей, которые уже летают над нашими головами Того, о том, что некоторые люди думают, что должно летать над нашими глазами И просто о спекуляциях по этому поводу Сначала мы поговорим про движение с помощью лазера Когда я готовил этот доклад Я думал поговорить и о путешествиях между звездными системами И как бы здесь менял содержание этого доклада Мы будем говорить здесь о лазер-брумс Как расчистить небо над нами с помощью лазеров О датчиках Если вы посмотрите, какая погода на своем смартфоне То вы наверняка будете использовать данные, полученные с помощью лазеров И чтобы закончить, мы поговорим также о коммуникациях с помощью лазеров Это то, о чем многие здесь в аудитории интересуются Это все-таки конгресс технический И еще что-то, что строится прямо сейчас над нами То есть давайте поговорим про палчин с помощью лазеров Про движение с помощью лазеров То есть это метод движения чего-либо с помощью света То есть момент, который мы получаем здесь Это всего лишь тот момент, который мы получаем от фотонов Он очень маленький, но все-таки он достаточный То есть чтобы вы представили себе Когда вы находитесь на орбите Земли То количество фотонов, которые падают Это где-то 10 в 20 какой-то степени на квадратный метр То есть если мы поставим что-либо на орбиту Земли И просто позволим фотонам ударять на нее И здесь опять же очень важное значение будет иметь цвет ее То есть если наш объект будет черный То фотоны будут поглощаться Если же белые, они будут отражаться Ну примерно где-то в 10 в минус 7 степени ньютонов Но главное здесь, что это конечно же очень маленький кусочек на каждый фотон Но это все бесплатно То есть если у вас есть какая-то миссия И у вас достаточно времени в руках И причем эта энергия, которую вы получаете, она постоянно То есть вам не нужно привозить большое количество топлива в обществу То, что сейчас нам это кажется научной фантастикой На самом деле уже не является научной фантастикой Вот то, что мы видим сейчас здесь Это репрезентация теста Извините, не сейлза, а парусов Солнечных парусов И вы, посмотрев на нее, можете примерно понять, о чем мы говорим То есть это действительно уже летает прямо сейчас Последний раз мы имели коммуникацию с ним в 2014 году То есть связывались с ним в 2014 году И снова будем соединяться с ним через несколько лет То, что вы видите в середине Там вы видите передатчик Вы можете видеть голубые ленточки Это на самом деле то, что производит электричество на борту То есть этот парус шириной в 14 метров То есть небольшой Если же мы хотим выйти в действительно серьезной силовой установке То нам нужно такого радиуса, как, скажем, в километр Диаметра в километр Но мы входим в ту проблему, что Такие установки мы не можем просто с текущими технологиями вывести в космос И у нас нет технологии их построить Другое Это, конечно, другая идея Что если на этот же парус мы направим лазер Эта концепция очень интересна Причем лазер может быть как расположен в космосе, так и на Земле Лазерный луч, он четко направлен Прямой То есть это на самом деле является опцией для нас Еще одна опция является вариантом Не просто, допустим, использовать лазер для движения, чтобы толкать тот же парус А использовать лазер для передачи энергии Но слева вы видите здесь как раз таки лазер И орбиту вокруг одной из мон Юпитера И скорее всего это ион Но я не уверен То есть мы отправляем какой-то сильный лазерный луч К одному из отражателей Вы видите здесь там и двигатель В середине все остальное И на самом деле на борту у нас есть силовая установка Но в отличие от химической ракеты Пыль и все, что выходит из силовой установки Здесь мы, которые уже были на борту до запуска В данном случае мы используем так раз таки для силовой установки То, что приходит от лазера Ту энергию, которая приходит от лазера И отталкиваемся Еще один интересный момент От которого мы обсуждали В научной литературе Это то, что мы так называем Photonic Laser Thrust То есть у него есть военные применения То есть его рассматривали для применения В формации спутников То есть в группировке спутников Которые собираются Для энтропии Или для каких Как чтобы формировать радар Или для других целей Если у вас маленькие спутники Вы, возможно, подумали бы о чем-то еще Но что вы делаете? Да, у вас есть лазер между двумя этими Спутниками И очень важно здесь Вы используете заново Эти фотоны То есть они никуда не исчезают То есть вы их ловите И фотоны входят В своего рода фотоносборник И затем мы можем использовать снова На самом деле это очень интересная идея Которая была предложена Но еще Реально не продемонстрирована В работе Лазерные брумс То есть лазерные Метелки, что ли? То есть если мы немножко преувеличим То примерно вот так оно это выглядит Весь этот мусор, который вы видите Он происходит от нас Мы оставили позади нас 50 лет исследований космоса И все эти кусочки тех спутников Которые взрывались, которые сталкивались между собой Брома Это метла, извините То есть у нас несколько сотен тысяч объектов Размера в один сантиметр И примерно 200 миллионов Из них меньше, чем один миллиметр То есть вот это кольцо, которое вы видите На геостационарной проблеме В основном на геостационарной проблеме Является ли это проблемой? Да, это является проблемой Вот эта красивая картинка от ИСА Европейского космического агентства По-моему, это было в сентябре 2016 года Она была сделана Это картина, фото нового спутника Европейского космического агентства Справа вы видите То, что какие-то кусочки Вот это как раз космического мусора Столкнулись с этим спутником То есть мы получили Где-то в 5 миллиметров То есть кусочек в 5 миллиметров, скорее всего И может быть даже меньше Нанес этот ущерб И проблема еще в том, что В каждом году мусора становится все больше И как с этим бороться Мы думали о том, может быть, что-нибудь выстрелить Из земли Но, скорее всего, это привело к тому, что Это наоборот увеличило бы число Вот этих обломочков Потому что если мы выстрелим То мы просто Более большие Кусочки разбьются И бы на еще более маленькие Еще одно предложение было бы Что если мы возьмем коммерческий Высокомощную установку Лазера И прогоните через телескоп То вы можете использовать ее Для сжигания этого мусора То есть вы, по сути Будете направлять ее на разные Вот эти кусочки мусора Причем было в том числе Предложено сделать это из самого космоса Вот это один из людей Кто предложил этот проект Любин Со своей командой А также космос Со своей командой В 2015 году Они предложили спутники Которые летают в более далеком космосе И не только думают о том Чтобы отражать Кусочки Обломки мусора Но в том числе И Смотреть на астероиды Причем Направлять лазер на те же астероиды Может быть Не просто на кроткое время Но это может быть целыми годами Это делать То есть таким образом Мы по сути можем Прийти к своего рода Планетарной защите И люди действительно Серьезно это обсуждали Что вы делаете Это не просто Толкаете астероид Своими фотонами Но Как здесь Астероиды часто Содержат в себе Замороженные Материалы Материалы Замороженные Газы И пока Газ Будет испаряться С поверхности Метеорита Это будет создавать Обратно Обратно Толкающий момент И По сути Замедляя его Либо же Переводя его В другую На другую Путь То есть вот здесь Как раз Концепция Когда Когда Зеркала В космосе Оно в течение Скажем На протяжении Пяти лет Направлено На определенный Астероид То в принципе Это может Прийти К его Либо Разрушение Либо же Переводы В другую На другой Путь И здесь Просто показано Как это можно было Было бы сделать С астероидом Это конечно же Не то Что у нас Есть уже В космосе Сегодня Но то Что у нас Уже есть Сегодня Это Датчики Лазерные Лазерные Датчики Так же называют Лидарами Лайдер И что у нас есть У нас есть Передатчик На Спутнике Который Направляет Луч Который мы знаем Когда начался Когда мы Включили То есть Этот луч Проходит Через атмосферу Разная Часть атмосферы Через Высокие Возможно И через Ветры И через Облака То есть Он в какой-то Мере Будет отражаться Если мы Это Построим На Графике Этот сигнал Мы увидим Как раз таки Разные Высоты В атмосфере То есть Мы не можем Это сделать С одним Лазером Возможно Мы сделаем Это с двумя Лазерами И при этом Используя Разную Спутника Поглощать Атмосферой И таким Образом Сравнить И Каким-то Образом Сделать Выводы О Химической Коопозиции Атмосферы Возможно Даже Узнать Каков Ветер В атмосфере То есть Расстояние От Спутника И Время Используются Этих Расчетов Вот Этот Айлос Будет Запущен В следующем Году Он уже Проект Задержан Немножко То есть Он должен Раньше Запуститься Проект Для профилирования Ветра И Единственный Инструмент На спутнике Будет Это Для Измерения Ветра Он будет Проходить Через Атмосферу И Будет Использовать Эффект Доплера Чтобы Измерять Изменения В сигнале В зависимости От того В каком направлении Мы Двигаемся То есть Вот этот Эффект Когда Это достаточно Сложно Если Вы Хотите Посмотреть На Инструмент Вот Примерно Как Они Выглядят Мы Уже Говорили В Другом Докладе Космические Технологии Достаточно Сложные То есть Они Возможны Но Они Достаточно Сложны То есть Вы Не Просто Мастерите Какой-то Новый Прибор Мы Слушали Как Докладе Докладе Андреаса О Микроскопах Как Построить Сво Собственно Микроскоп За Возможные Делы Какие-то Лазерные Микроскопы Чтобы Улучшить Разрешение И Как Построить На Типичном Оптическом Рабочем Столе Но Здесь Вы Все Это Делаете В Космосе И Это Собственно Является Самократической Частью Потому Что Это Не То Что Вы Можете Просто Позвать Кого-то К себе В Лабораторию И Давайте Попробуем Так Давайте Попробуем Так И Сделаем Это Чтобы Оно Работало Мы В Случе С Космосом У нас Нет Такого Мы Должны Сделать Мы Тестируем 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 И У нас Есть Только Одна Попытка Которая Либо Работает Либо Не Работает Уже В Космосе Вот Она Еще Одна Попытка Так Назовываем ATV Который Был Причалил К Международной Станции Космической Станции И Он Смотрит Как раз Таки На Международную Космическую Станцию Как раз Таки С неправильными Цветами То есть Красные Цвета Это Сзади Зеленые Это Там Где Мы Должны При Парковаться То есть Это Рутина Используется В космосе В космосе Вы Возможно Можете Увидеть Это Результаты Их Измерений На Своем Смартфоне Каждый День Здесь Мы Как раз Мы Смотрим На Гравитационные Волны С пользой Которые Мы Можем Использовать Для Коммуникации Между Различными Спутниками Для Обмена Информацией Между Ними Сателлитами Которые Спутниками Которые Находятся В тысячах Километрах Друг от Друга Так В оставшееся Время Позвольте Мне Коротко Рассказать Вам О том Как Наши Сообщения Наша Коммуникация Подвижное Влияние Из космоса То есть Во-первых У нас Первые Космические Системы Связи Уже Находятся Используются Лазерные Почему Мы хотим Вообще Это делать Эта Лазерная Связь Почему Мы Просто Бы не Использовать Радио Которое Мы Сейчас Уже Используем Различной Длинной Волны Конечно В случае С лазером У вас Намного Более Высокая Полоса Канала То есть Мы можем Передавать Гигабиты В секунду То есть Это очень Эффективно Это нам Очень Интересно В предыдущем Докладе Вы узнали О том Что Каждый Килограмм Который Отправляется В космос Стоит Тысячи Тысячи Долларов Если мы Здесь Посмотрим То Эффективность Скажем Радио Радиокоммуникация Это примерно То есть Мы получаем Пропускную способность Где-то Половина Мегабита На Один Ватт Умножено На Килограмм При лазере Это в Десять Раз Выше То есть Это около Пяти Мегабит В секунду За Ватт На Килограмм То есть Если мы Будем делать Связь С помощью Лазера То Даже Маленького Спутника Вы Несколько Десятков Сантиметров Вы Можете Использовать Для получения И При этом Никто не будет На вас Прослушивать И Интересно Также То Что Если бы Вы Перехватили Сигнал То Вы Уничтожили По сути Сам Сигнал То Что Мы Видим Здесь Связь Между То Что Мы Называем Земной Сегмент И Спутником Спутником Который Который Полезен Нагрузку Это Например На Геостационарной Орбите Для Спутников Телевидения Но Есть Другие Вещи Которые Летают На Геостационарной Орбите Либо На Низкой Орбите Около Земной Орбите Если у вас Есть Спутник Который Смотрит На Землю Делает Измерение Ветра Он Всего Лишь Виден С вашей Земной Станции Очень Короткое Время Кто Нибудь Здесь Делал Занимался Радио СДР Так Я вижу Что Здесь Пара Человек Таких Есть И Знают О чем Я говорю То есть У вас Примерно Есть Где-то 10 15 Минут Как Если У вас И вы Находите В хорошем Местоположении И После Этого Ничего То есть Было Было Неплохо Иметь Какую-то Оптическую Связь И Ее Иметь Где-то С Каким-то Промежуточным Хабом Которое Бы Между Собой Как Зеркала Перебрасывали Да Конечно Это Интересно Но Радио Интересно Но Нас Очень Заманивает Высокая Паласа Пропускания Лазеров Лазерной Связи Для Технический В этой Аудитории Каким Образом Мы Проводим Связь У нас Сейчас Коммуникация Проходит Таким Бразом Что Это Как Мы Включаем И Выключаем Этот Лазер Как Будто Код Морса Так Здесь Несколько Несколько Десятков Человек Пробегают По залу С завязанными Головами Прыгайте 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 Классно То есть Это то Что Вы Делаете Это то Что Вы Делаете С земли В космос Это Конечно же Не подвержено Влияние Атмосферы Вам Все таки Нужно Смотреть Через Атмосферу Если У вас Ничего Нет В линии По видимо Линии То Вы Можете Использовать Одним Модуляционный Схем Модуляция Если Вы Модуляете Фазу То Вы Не хотите Что-либо Что-либо Было У вас На пути То есть Это только Используется Для Связи В космосе Космос Космос В самом Низу На этой Картинке Вы Видите Зеркала Которые Отражают Центральную Апертуру Примерно 13 сантиметров Это Как Выглядит Нутри Лазер В самом Низу И У вас Есть Самые Разные Зеркала Чтобы Выпустить Луч То есть Обычно Используются Самые Разные Частоты То есть Это может быть От Нанометров Скажем В 10 С 10 До 61 Нанометра Вот Здесь Демонстрация На НАСА Когда Есть Стонари На Земно-станции Стонарифио Общается Со Спутником Если Вы Посмотрите На Связь Здесь Вот Здесь Оптический Модуль Внутри У вас Конечно Есть Электроника Модель Но Что Хорош Хорошая Здесь Если Вы Вот Это Делаете То У вас Нет Этого Сложного Устройства Которого Вы Видели В Случае Слайдером И Вы Можете Взять Простые Вещи Которые Можете Купить Просто У Коммерческих Поставщиков Вот Еще Одна Миссия Которая К сожалению Была Отменена НАСА Вот Со 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 Спутник И Прямо Сейчас Европейцы Строят Новую Систему Риларилей Которая Основывается На Используют Коммерческие Спутники И Через Кое-то Время Будет Запущен Спутник Специально Для Этих Целой Следующим Шагом Уже Ну Над ним Уже Работают Он Так Назваем Глоб Нед Глоб Глобальная Сеть Когда На Геостационарной Орбите Будут В Расположены Еще Несколько Спутников Которые Будут Обеспечивать Связь Космос Космос Ему Личный Интерес Был Иметь Именно Вот Этот Что Есть ли Еще Что Нибудь Да Я знаю Что В Кратком Описании Доклада Я упомяну Там Странные Вещи Связь Связь На Основе Лазера Из Погруженных В воду Подлодок В космос И да Это уже Было Сделано Но Ничего Вы об этом Не узнаете В открытых Источниках Ничего Что Было Было Такого Интернета Но Попробуйте Все-таки Поискать В гугле Для определенных Частот В голубом И зеленом На самом деле Океан Прозрачен Для этих Для этой частоты Волн То есть вам даже Не нужно ничего То есть Понимаете Вам не нужно даже Ничего Какого устройства Иметь на поверхности Воды Которая бы там Плавала Нет Вы все Всю коммуникацию Можете делать Из-под воды Какие Что-то Было Конечно Деклассифицировано Но На самом деле Я не могу Вам много Об этом сказать И даже Если бы Я знал Да На самом деле Много Голов Много мозгов Работает Над этим Сейчас Хорошо Следующий доклад Спасибо Спасибо большое За этот Отличный Доклад Мы Возможно У нас есть Возможно Время На один Короткий Действительно Короткий Вопрос Кто-то Уже Стоит У микрофона Пожалуйста Ваш вопрос Попробуйте Вопрос На Насколько Погода Влияет На Связь То есть У нас Я знаю Одну Компанию Которая Скажем И Облака Это плохо И Ветер Это плохо Ответ Да У нас Есть Эти Проблемы Безусловно Единственное Что вы Можете Сделать Это Использовать Модуляцию Которая Менее Подвержена К этому К воздействию Природы Погоды Извините Сегменты И Оземные Сегменты Как вы Видели В Глобнете Европейской Системе Релеев Всегда По меньшей Мере Имеет Вторую Связь Используя Релеи Если у кого-то Еще есть вопросы Пожалуйста Подходите Напрямую К Петру И напрямую Задавайте Ему Вопрос А теперь Еще раз Пожалуйста Поаплодируйте Нашему докладу